Успенка, как и многие другие села Павлодарской области, успешно развивается и благоустраивается. С каждым годом социальных объектов становится все больше. Все это направлено на улучшение благосостояния сельчан. Наш корреспондент расскажет подробнее. Полным ходом в селе Успенка ведутся работы по строительству физкультурно-здоровительного комплекса. В райцентре большое внимание уделяется развитию спорта и поддержанию здорового образа жизни. В ДЮСШ, где занимается основная доля спортсменов, стала уже тесновато. Стоимость нового ФОКа составляет 514 миллионов тенге. На сегодняшний день работы у нас выполнены порядка 45%. Это у нас административно-бытовая часть выполнена в 90%. На сегодняшний день ведутся отделочные работы. И сам спортзал у нас на сегодняшний день, как вы видите, ведутся корпус. Это металлический каркас самого здания спортзала. Дополнительно у нас будут вестись работы по благоустройству и озеленению данного участка. По плану работы должны завершить до конца ноября. Но специалисты отмечают, что завершат их уже в октябре. На сегодняшний день ведутся отделочные работы основного здания. Ведутся работы по самому спорткомплексу. Фундаменты все были сделаны. Арки все смонтированы. Сейчас складка цокольной части. Засыпка грунта с послойным уплотнением. Под полы готовим. Ну, процентов 45-50 работ было выполнено. Материалы полностью все закуплены. Все есть. Работы по графику ведутся. На большей части села Успенка освещение есть. В этом году принято решение провести его на оставшихся внутрипоселковых улицах. На эти цели выделено 229 миллионов тенге. В рамках этого проекта у нас планируется осветить пять основных улиц села Успенка. Это Гагарина, Милевская, Абая, Хазбек-Би и Бухаржуров. Дополнительно у нас будет установлено 478 опор и 478 светильников. Проводятся в райцентре масштабные работы по асфальтированию улиц. С 2020 года, с момента старта проекта «Аул Ельбисагэ» в районе начали активно выделяться средства на ремонт дорог. В райцентре на сегодняшний день 52 километра дорог. Из них заасфальтировано 24. В настоящее время работы по асфальтированию ведутся на восьми участках. Как отмечает Аким Успенского сельского округа Сергей Саламадский, работы идут по графику. Техника в отличном состоянии и погода пока не подводит. Со времен Советского Союза здесь было 70% грунтовых дорог. Финансирование не выделялось. На сегодняшний день очень большие подвижки в этом направлении. В этом году у нас ремонтируется 8 участков дорог протяженностью 5,9 километра. Начали работы они с 4 июня. На сегодняшний день уже получается, что в щебень закатали из 8 улиц 7. На этапе строительства внутрипоселковых дорог в райцентре сразу предусмотрели установку водопропускных труб, чтобы обеспечить безопасный сток талых вод и дождевых. В строительстве у нас уже уложили 6 водопропускных труб для того, чтобы весенние паводковые воды, ну и дождливые воды, которые, если бывают такие, очень редко, конечно, в нашем регионе, но тем не менее, чтобы обеспечить безопасный сток воды и не было потопления. При проведении работ по асфальтированию внутрипоселковых дорог уделяет внимание установке тротуаров для пешеходов. Поставщик у нас выиграл по конкурсу фирма «Салматы» «Байженис». На сегодняшний день у них срок окончания работ июнь месяц. Я думаю, что осталось. Здесь у нас они самое основное поставили, бордюры поставили. Сейчас производится засыпка песком послойная, потом щебень, и потом будет накладываться асфальт. В рамках благоустройства в селе проводится на постоянной основе работа. Благоустраиваются парки и скверы, разбиваются цветники, устанавливается дополнительное освещение. Детские игровые и спортивные площадки. В этом году приступили к реставрации фонтана на Центральной площади, где по выходным проводятся различные культурные мероприятия. Да и в целом парк является излюбленным местом успенцев. Благодаря областному бюджету нам выделено было 7 миллионов тенге на реконструкцию нашего фонтана. На подходе оборудования закончилась внутренняя облицовка, укладка коммуникации. Внутренняя облицовка сейчас заканчивает наружную облицовку. Сегодня мы уже завершим ее и останется монтаж оборудования. Думаю, что в течение вот этих 10 дней, оставшиеся до 1 июня, у нас фонтан заработает. В целом село растет и развивается. Создаются комфортные условия для проживания. Сделано немало, но впереди еще много работы, в том числе и по благоустройству. Так как местные власти считают, что нет предела совершенству и всегда есть к чему стремиться. Валентина Леонова, Евгений Оленик, Гертис Акпарат из Успенского района.